На Красной речке стала причиной пожара оставленная без присмотра на газовой плите кастрюля с едой. Эти кадры сняты через 15 минут после приезда пожарных. Пламя, вырывающееся из кухонного окна, расчеты уже потушили. Сделать это удалось только после того, как была перекрыта газовая труба. У пожарных для таких случаев есть свой термин – факельное горение. Шланг, соединявший плиту со стояком, перегорел и пропан огненной струей хлистал по стенам и потолку. Из-за такой пламенной подпитки стали дымиться даже кирпичи, а перегородки внутри квартиры рассыпаться словно песчаные. Площадь горения была оценена в 10 квадратных метров. Пострадавших нет, жильцы были эвакуированы еще в первые минуты. На улице оказался весь подъезд. Погорелицей стала студентка второго курса Тихоокеанского университета. Это квартира ее мачехи, которая досталась по наследству от тети. Родственница проживает ванина, а в пустовавшее жилье вселилась пачерица. Ничего плохого о ней соседи сказать не могли. Светка порядочная девчонка, студентка, училась. 19-летняя девушка сама вызвала пожарных. За ходом тушения она, как и все жильцы, наблюдала с улицы. Когда ей позволили войти в обгоревшую квартиру, студентка поняла, что ночевать ей придется в другом месте. То, что огонь появился в кухне, сомнений нет. И у горожанки были на этот счет кое-какие мысли. Я думаю, это яйца, которые я поставила. Знаю, виноват. Неисправность какая-то. Я не знаю, я только поставила, пять минут еще не прошло, я только мусор вынесла. Вернулась, уже все, горит. В одной половине квартиры теперь придется делать капитальный ремонт, в другой – косметический. Девушка полагает, что сможет уговорить руководство вуза дать ей место в университетском общежитии. С места происшествия Надежда Томченко, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.